Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение первого соборного послания святого апостола Петра. И сегодня мы будем читать последнюю, пятую главу этого послания. Главная здесь тема – это взаимоотношения между пастырями и паствой, между старейшинами, старшими и молодыми. «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Пастырь – это пресвитер, это слово греческое переводится как старейшина. О чем же умоляет пастырей их сопастырь Петр? «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, и когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидаемый венец славы». То есть, давая наставление пастырям и пастве, апостол Петр обращает внимание на ту ответственность, которая лежит на самих пастырях. И он настаивает на том, чтобы пастыри, надзирая за овцами, действовали непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божиим, наследие Божие – это определение церкви, как особого удела Бога, но подавая пример стаду. Таким образом, на пастыре всегда лежит больше ответственности, чем на пасумах. И когда меня спрашивают, а все ли миряне имеют право приступать к святому причастию, я всегда отвечаю приблизительно так. У мирян есть больше оснований, и прав приступать к святым дарам, чем у нас, священников, оснований и прав преподавать святое причастие. Сказав слова для назидания пастырей, Петр обращается к самим пасумам. Так же и младшие, дословно здесь младшие, младшие, юноши или новообращенные, имеются в виду не люди определенного возраста, а люди, которые только начинают движение к Богу, как юноша – это человек, который только входит в взрослую жизнь. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям, то есть пресвитерам, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием. Здесь Петр говорит о том, что есть взаимоподчиняемость между пастырями и пасомами, пасомами и пастырями. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием. То есть не только пасомы подчиняются пастырям, но во многих вопросах пастыри подчиняются пасомам. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, как часто я вспоминаю эти слова. Это очень важно, когда мы все время пытаемся обуздать собственную гордыню, а Бог действительно гордым противится, а смиренным дает благодать. И в этой ситуации гордый может быть праведным. Но если он гордится своей праведностью и превозносится над чьей-то немощью, то более нравственно немощной окажется впереди гордеца праведника. Поэтому Христос и говорит, что первые в Царствие Божие идут блудницы, мытари, грешники. Почему? А у них нет иллюзий относительно самих себя. А они понимают, что их спасение всецело зиждется на милости Божией. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Смиритесь все и пастыри, и пасомые, и те, которые считают себя праведными, и те, которые считают себя грешными. Все заботы ваши возложите на него, и он попечется о вас. Как хорошо, если бы дома каждый христианин повесил бы табличку с этими словами. Все заботы ваши возложите на него, и он попечется о вас. Особенно на кухне, где обычно муж и жена обсуждают какие-то острые вопросы. Далее идет заключительное наставление с общими призывами. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. То есть, когда мы проявляем веру, мы проявляем ее, отталкиваясь и от того, что не только от нас персонально дьявол искушает, но и великих святых Господь попускал так, что дьявол имел возможность их искушать. И когда на примере святых, подражая их вере, мы противостоим бесовскому рыку искушений, то дьявол убежит от нас. В некотором случае мы, христиане, становимся львами по отношению к дьяволу, бесам и демонам. Святцы говорят, что когда человек причастился к телу и крови Иисуса Христа и выходит из храма, он для бесов и демонов как рыкающий лев, а они в ужасе разбегаются от него в сторону. Противостойте ему, дьяволу, твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе сам по кратковременном страдания вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. То есть Бог сам вмешается в эти короткосрочные страдания наши и Он поможет нам. Он утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. И Петр пишет, ему слава и держава во веки веков. Аминь. И далее идет как приписка уже по скрипту, то, что называется. «Сие кратко написал я вам через Силуана». То есть Петр диктовал эти слова, этого послания, а его соработник Силуан записывал. Почему? Возможно, что это связано с тем, что апостол Петр плохо знал греческий язык. Он был еврей, он был еврейский рыбак. А важно было, чтобы это послание прозвучало на греческом языке, потому что оно имеет кафолический, то есть вселенский смысл, обращено ко многим. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная подобно вам церковь Вавилония и Марк, сын мой. А что это за церковь Вавилония? Это шифр. Вавилоном первые христиане называли Рим, то есть столицу Римской империи. Но они использовали вот такой распознаваемый в их среде шифр. Приветствует вас избранная подобно вам церковь Вавилония, а по преданию Петр и основал римскую церковь. Здесь он говорит как первый римский папа и Марк сын мой, сын по благодати. Имеется ввиду Иоанн Марк, двоюродный брат Варнавы, спутник апостола Павла, автор второго Евангелия, согласно папию, Марк стал переводчиком апостола Петра во время его путешествий, что подтверждает, что действительно Петр мог и не знать какие-то языки. Приветствуйте друг друга лапзанием любви, мир вам всем во Христе Иисусе, аминь. Ну, кто-то может спросить, а как же Петр не знал языки, если в День Пятидесятницы они заговорили на разных языках. на самом деле они говорили о великих делах Божьих, но очень часто, когда они это говорили, они сами не понимали то, что они говорили. Об этом пишет апостол Павел, 14 глава, первое послание Коринфянам. Он пишет, что когда человек молится иными языками, хотя дух его назидается, разум остается без плода. то есть человек не всегда мог понять, что через него Господь говорит тем или иным людям. Но были случаи, они тоже описаны в древних житиях, когда люди обретали не только возможность говорить на другом языке, но и понимать человека, который говорит на иностранном языке, который они не знали. Это случаи, встречи Василия Великого с Ефремом Сириным. Василий не знал арамейского языка, Ефрем Сирин не знал греческого, но они стали общаться, совершенно четко понимая и распознавая друг друга. Итак, сегодня мы окончили изучение первого соборного послания апостола Петра. Если будем живы, Господь позволит в период Петровского поста лета 2019 года, мы будем продолжать изучение уже второго послания этого апостола. . Один , дом , Продолжение следует...